Продолжаем проходить Disney Dreamlight Valley. Я постарался между сериями неплохо так попользовать все возможные, так сказать, аксессуары и декорации, которые у меня имеются. Посмотрите, этот прекрасный, красивый блеск этой дороги из желтого кирпича. Правда, её задолбаешь себе с конца крафтить, даже с читами, чтобы вот построить одну маленькую вот эту полянку, мне пришлось скрафтить 90 с лишним вот этих вот плиток, понимаете, чтобы построить массенькую поляночку. Так что да, полноценную дорогу до изумрудного города тут, к сожалению, не проложишь, увы. Зато вот, я и тех декораций расставил, и этих, и всякие тут кулеры, и кокусики, и эту роскошную маленькую ванну, в которой я, к сожалению, не влезу. Ну, хотя можно и в ней белочек покупать, возможно. И-и-и. Ремишечка тоже селёт разглядывать все эти декорации, это всё мы, конечно, видели, а вот это, вот это вот совершенно новенькое. Красивые гравитационные столики и всякое прочее по мелочи. Так по-быстрому оглядим это всё, чтобы было видно, что я постарался между сериями хорошо всё так застроить, чтобы вообще пройти было невозможно. Мне ведь ещё понадобятся тесьмистан для того, чтобы хаты ставить, поэтому нужно было, конечно, немножечко это самое поскромнее ставить декорации, но, блин, они же все такие уникальные, понимаете, все красивенькие, и всё покупалось старательно в магазинчике. Поэтому хочется всё расставить, конечно же. Ну и раз такое дело, сразу же побежим и в магазинчик исполнять свой долг немедленно, пока я не забыл скупить всё самое интересное. Ух ты, нифига себе, это шкафище наполнено всякими там вязальными штуковинами. Полочка с всякими материями из Золушки. Замечательно, чтобы Золушкой стал я теперь, да, и чтобы я тоже тут, что называется, вкалывал ради того, чтобы с каким-то там принцем спариться. Подумаешь, тоже мне 15 тысяч стоит золотое ожерелье. Ммм, красиво смотрится зато, а можно будет наконец-то на себя ожерелье поменять. А то я один только бинокль постоянно ношу. Какой-то банальный рюкзачок. О, это чё за очочки? Да не ты, блин, отвали, киджи сюда. Прочь, прочь, собака. Мокрая собака, судлая. Ну-ка, очочки из Валли? Sunset Retro Shades. Ну, допустим, что Валли такие очочки мог носить в мультике, хотя я его смотрел недавно и вроде бы ничего подобного там не видел. Кстати, нужно не забывать покупать костюмы. Вот на мне сейчас надет костюмчик как раз-таки полноценно, видите? Костюм какого-то слуги. С шикарным этим самым, как он называется, таксиду, смокинг, я не разбираюсь особо. О, какой роскошный беленький костюм, однако. Знаете, такие одежды подходят для каких-нибудь главных злодеев, я считаю, показывающих себя вшивыми интеллигентами, что называется. А здесь что имеется? О, золотая урма какая-то. Нет, это просто маза за шесть тысяч, какая-то малость низкополигональная. Куча каких-то учебничков. Просто куча книг за тысячу с лишним, жесть, блин. Даже в реальности книг будут дешевле стоить, наверное. Хотя, с другой стороны, я давно уже не покупал книжечки, всё предпочитаю. Электронная, что называется. А это что за хрень такая? Из Ральфа абстрактные вывески. А, ну абстрактные понятно, да. Как картина в Низнайке на Луне, что называется. Ну, красивая нарисованная... Нарисованная... Анимированная свечечка, всего-то 450. Да другое дело, правда же? Ну-ка. И самое главное, что у нас имеется, это ещё одна красивая такая фресочка. Откуда она? А, без понятия, какой-то пиратский корабль. Нахрена пиратский корабль вообще делать в виде фрески красивой. Вы ещё висели, то есть делайте в виде, блин, красивой фрески. Будет тоже замечательный и в тему, правда? О, роскошный такой столик, зеркальце, сводичка какой-то. А, видимо, это не просто столик, это какой-то умывальничек получается. Винтажный. Со шкафчика внутри. Клёвая вещь, клёвая, конечно. И всё. Всё позырили, всё купили, что хотели. Остальное куплю за кадром. Так, тут, кстати, на днях выходит новое обновление, которое добавит аж сразу двух новых персонажей, которых я давно уже хотел бы увидеть здесь. Поэтому мне нужно постараться за эту серию пройти кое-что перед этим, связанное тоже с этими персонажами, возможно. А может и нет. Но пока что... Квест, Сикритс энд Чимис. Помните, нам сказали в прошлый раз, что нужно будет подслушать, что говорят Мазерхуотель и Усула. Я их послушал за кадром, в принципе, ничего важного, они там не говорят, просто там обмениваются любезностями, обмениваются каким-то назельками. И вдвоём по всю костерят Мерлина, обсирают его там разными эпитетами и по-всякому. Ну вот, вы видите, как Усула и Мазерхуотель говорят у кстуга, но похоже, что они ничего особенного не придумывают. Вам нужно поговорить с Усулой, чтобы добраться до самого днища этого всего. Пойдёмте, получается, допрашивать Усулочку. А где она спряталась-то, блин? Жаль, что персонажей нельзя вызывать как-нибудь, знаете? Или самому к ним притягиваться или их к себе притягивать, чтобы не нужно было каждый раз бегать тут через всё место, чтобы до них добраться и успеть зацепить, пока он этот персонаж не свалил в другую часть. Мира, что называется. Ну-ка, иди-ка сюда, триндеть будем. Подходи, блин! Подходи, подходи сюда, сволочь такая, как до тебя дотянуться-то, а? Рожек-корова, а? Чё это такое? Смотрите, вот как до неё добраться? Она зависла там тупо в этой речке и всё. Хоть ты обстел, но ты не сможешь до неё никак дотянуться, блин. Вот, я её смог приманить с помощью удочки, наконец-то. Ой, да ты, дорогая рыбонька. Усула, я видел, как ты говорила с матерью Готель. Ой, ты шпионил за мной, не так ли? Я бы не думал, что ты опустишься настолько низко, как этот противный волшебник. Наверняка, он тебя подговорил, не так ли? Мерлин попросил тебя присмотреть за тобой, что там ты, Мазер Готель, там придумывайте. Я знаю, что вы придумали ничего хорошего. Просто пытаюсь доказать, что он не прав. Возможно, он иногда ведёт себя, как занятый чмошник. Только чуть-чуть занятый чмошник? У тебя есть талант недооценивания, мой дорогой. Всё, что я делала, это немножечко помогало соседке. Матери Готель понадобилось кое-что, чтобы её дом был без всяких там паразитов. Поэтому я предложила ей небольшую микстуру, чтобы позаботиться об этом. Но я боюсь, что невозможно по-настоящему избавиться от настоящих, так сказать, паразитов здесь. Вроде этого противного ублюдкого Мерлина. Я на это не куплюсь. Наверное, нам не стоило судить тебя. Получается, ты Мазер Готель-подружки, что ли? Подружки? Ну, полагаю, что я не считаю её компанию такой уж ужасной. Так что да, можно сказать, что вы подружки. Ух. Да, похоже, что невозможно даже социализировать без того, чтобы тебя не обвиняли в ужасных схемах. Представляешь, да? Будь дорогушей, Джон. Скажи этому поехавшему ублюдку оставить нас в покое, ладно? Я скажу, что он оставит её в покое. Я подумаю об этом. Не шансом будем присматривать за тобой, Урсула. Ладно. Но могут быть последствия. Если Мерлин продолжит беспокоить меня, кто-нибудь может что-нибудь подлить и его чай, что превратит его в туат-стул какой-то. Абсолютно случайно, конечно же. Да-да. Вот теперь общаясь со всеми этими злодеями, которые в любую секунду нам могут действительно подлить в чай что-нибудь нехорошее. Но так и быть, это уже проблема Мерлина. Это ему захотелось тут зачем-то за ними всеми шпионить, хотя и так вполне очевидно, что они все злодеи и задумывают всякие гадости. Потому что тут думать-то, это же. Ладно, завершаем. Ну, Джон, ты открыл там... Чё, о чём думали Урсула и Мазер Хотель? Эти ингредиенты и зелья, которыми они обмениваются, наверное, это зелья. Но для чего они? Урсула сказала мне, что это было что-то, чтобы избавиться от паразитов в гигантской этой самой... В дереве, короче, её. Ха. Я нахожу это абсолютно невозможным. Она и Мать Хотель, наверное, кажется, просто друзья. Друзья? Да ну, я на это не поведусь. Урсула не имеет друзей, просто тех, кого она может использовать. Может быть, это просто не наше дело? Нам стоит её вставить в покое пока что. Ты прав, я всё ещё не доверяю ей. И я тоже. Нам понадобится приглядывать за ними повнимательнее. Но пока что, я вам полагаю, что твой маленький чат с Урсулой, возможно, так сказать, заставил её отложить свои поехавшие планы. Спасибо тебе, Джон. Долина Дримлайт тебе обязана очередным великим делом. Итак, я тут кое-что придумал, чтобы тебя отблагодарить за помощь. Вот, немножечко Дримлайта, который компенсирует твои проблемы. 200 раз на нас ты передел. Прекрасно, спасибо тебе большое, Мерлин. Вот и всё, вся наша награда. То есть, квест довольно бессмысленный, на самом деле, так вполне очевидно, что они, блин, ничего хорошего не задумывают. Ну, ладненько. Придётся отложить, к сожалению, остальные квесты, потому что мне нужно за сегодня, вот прям вот, изо всех сил, как угодно, но пойти в одну из оставшихся франшиз из пяти штучек и заснять её полностью, так сказать. Поэтому давайте, остаток серии потратим именно на это. Эх, всего-то пять миров осталось. Как жалко, что однажды они все закончатся, и придётся только в деревне тусоваться до конца игры, до конца времён, в надежде, что разрабы однажды выпустят новые миры здесь. Но пока что, нас ждёт мир за 10 тысяч дремлайта. Ой, Джон, за этой дверью ты найдёшь прекрасную африканскую саванну, и ты можешь использовать дремлайт, чтобы открыть её. Давайте. Прекрасно, теперь ты можешь посетить мир. Чё за мир? Хоть бы сказал, что ли? Ну, ладно, я к нам заранее спойлерят, чью няшную пушистую мосечку мы там увидим, поэтому давайте отправляться. В мир короля льва, естественно. Что было вполне очевидно по иконочкам. И сразу же видим ещё одну няшную моську. Опять же подтверждающую, что события мультика уже произошли, и опять-таки, ну Шрам почему-то жив. Появились страшные, пугающие спецэффектики. И я тоже, как лидер всех этих сверкающих глаз, появился в таком чёрном костюме злодейском. Хе-хе. Гррр. Привет, я Джон, а ты, наверное... Рёв, бешеный рёв. Так, пожалуйста, не ешь меня. Ох, хорошая кошечка, оставайся позади. Гррр. Рёв. Ты думаешь, ты единственная, кто здесь можешь рычать, да? Гррр. Рёв. Бойся, очень сильно бойся. Это что, должно было меня напугать? Ты звучишь как Симба, когда он был ещё этим самым котёночком. Эй, я думал, я звучал довольно-таки... Эй, ты можешь говорить. Конечно. И ты можешь понимать меня. Хех, но похоже, это значит, что ты не совсем собираешься меня есть. Я просто пытался тебя спугнуть. Я думал, что ты был очередной гиеной. Тут гиены есть. Ты видишь эти глаза, светящиеся в темноте повсюду вокруг нас? Тут их целая банда. Они за мной следили ещё с тех пор, как мой любовник Симба и я вышли из земель Пайда. Хм, может, я могу помочь тебе от них избавиться? Ну, ты можешь сделать это или держаться у меня подальше с пути. Всё зависит от тебя. Меня зовут Налла, кстати. Ну да, Наллу, естественно, все мы знаем, особенно все любители пуфистиков, она же одна из самых популярных вайфуль, что называется. Ну ладно, шо ты тут делаешь? Пытаюсь немножечко отдохнуть. Симба, короли, земель Пайда, и нам понадобилась передышечка от всех королевских, так сказать, вещей. Короче, медовый месяц у них, видимо. Он хотел показать мне больше джунглей, в которых он вырос со своими друзьями, Тимоном и Пумбой. Нас разделило недавно, я полагаю, что надеялся встретиться с ним, короче, в этих джунглях. Но я не хочу вести целую кучу злых гиен прямо к нему. Расскажи мне больше про гиен. Гиены бесились на нас ещё с тех пор, как мы их выгнали из Скалы Прайда. Их числа уменьшаются, их уже не так много, как в тот раз, когда тут был их лидер Шрам. Но их всё ещё достаточно, чтобы устроить много проблем. Нам нужно сбросить их с нашего хвоста. Что я могу сделать, чтобы помочь? Я могу сдерживать гиен какое-то время, но их тут очень много. Если бы был какой-то способ заблокировать путь, чтобы они не могли пойти за нами, это помогло бы. Тут есть колючие кусты вокруг нас, наверняка гиены не захотят в них запутаться. Они не захотят, но как мы сможем доставить их в центр пути или типа того? Ага, я уверен, что моя доверенная леечка сможет нам помочь. Ты уверен, что это сработает? Тебе просто придётся поверить мне. Если ты сможешь одержать этих гиен, я посажу семена для колючек и буду поливать их, пока они не вырастут. Не волнуйся, это будет недолго, это магия. Я не знаю, что это такое, но ты можешь объяснить позже. Я придержу гиен как можно дольше, надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Гудбай! Не поскакала, махаться там с ними. Да, вот они эти большие страшные гиены, если быть точнее, просто глазки на каких-то чёрных штуковинах, которые по форме как-то на гиен не особо похожи, если честно. Кстати, я надеюсь, вы не против, что тут потыры пока что вещички. Ну, кстати, видите, это так внезапно, прям таки настоящая угроза, ух! Огромные страшные гиены, которые просто какие-то чёрные столбики. Какие-то дементоры. Дементоры-младшие. Или, не знаю, джавы из Звёздных войн. Забавно, конечно. Но таки да, настоящая страшная угроза, страшно угрожающая музыка, жизнь. Выкопайте это самое и посадите это самое. Сейчас посмотрим, где я могу выкопать и посадить. Но нам садить-то пока что нечего. А мы можем повыкапывать древесину? Можем, вполне можем. А, вот что нам, видимо, нужно, да? Да-да-да. Нужно раскопать колючки в одном месте и посадить в другом. То есть мы, получается, сажаем злобные нехорошие колючки, видимо, да? То мы всё время с ними сражаемся, то теперь, получается, будем их использовать. Прямо как нас обычно используют другие персонажи. Всё время говорят, я могу использовать твою помощь, так сказать. Так что да, сейчас снова нашу помощь используют. Но когда нас используют няшные пушистики, это гораздо лучше, чем когда нас используют людишки, правда же? Посадите их около обрыва в осушённом оазисе, пока они не вырастут. То есть где-то здесь, получается, нужно их посадить? Сейчас посмотрим, чьи тут ещё выкопал. О, я жучков выкопал. Может, они ещё понадобятся, конечно. Или нужно посадить вот здесь? Или нужно посадить вот здесь? Ну-ка посмотрим сейчас. Семена, колючек, кустиков. С помощью вашей леечки вы сможете разрасти много кустиков, которые здесь всё окружат. А, вот их нужно посадить, понятненько, понятненько. Хорошо, что разработчики исключили возможность ошибки, как видите. Всё заранее предусмотрено, чтобы я не посадил куда-нибудь не туда, только в конкретные нужные места. То есть заранее всё заготовлено. Лишний раз подтверждаю, что в нашем сне наше правило, что называется. В реальном мире всё было бы не так просто, правда? Хотя в реальном мире пушистички бы не говорили, поэтому зачем о нём думать? Реальный мир отстой. Прекрасное закадровое выращивание. Хорошо, она прыгает, хорошо. А почему гиены не смогут перепрыгнуть эти маленькие колючки в полметра высотой? Ну, не знаю. Всё? Они все испарились, хотя что им мешало здесь... Ладно, какая разница, что я думаю, что им мешало? Это же сказочка, наша любимая сказочка и наши любимые пуфистики. Вот что важно. Не могу поверить, что это сработало. Колючки слишком мощные, чтобы гиены прошли через них. Мы сделали это. Ого, ты только что сдержала целую кучу гиен в одиночку? Могу ли я начать фанатский клуб Налы? Он уже есть, что называется, у Фури. Сейчас время найти Симбу. Наверное, это очень жалкие гиены. По одиночке, короче, они не сильны. Но когда они нападают целой толпой, то нужно беречься. И говоря о том, что беречься... Тебе стоит держаться поближе ко мне пока что. Но, естественно, любой фанат Налы был бы очень рад держаться к ней поближе, так сказать. Даже без гиен джунгли имеют свои опасности. Я не знаю, где ты находишься в пищевой цепочке, но твои зубы и когти не очень-то острые. И ты выглядишь каким-то хрупким. У тебя есть шерсти почти что нет. Это нормально для твоего вида? Да, я человек. Давай не будем волноваться об этом пока что. Я очень большая, безволосая... Миркат. Миркат. Что-то знакомое, я не помню, что такое Миркат. Ладно. Правда? Как Тимон? А, понятно, то есть Суррикат, видимо. Вау, не знал он, что у Суррикатов... Суррикаты могут урисеть настолько большими. Ну просто держись поближе ко мне. Много всего в этих джунглях может превратить гигантскую безволосого Сурриката в блюдо. Рад это знать, я буду аккуратен. Похоже, что мы не быстро куда-нибудь сможем уйти, да. Тут у нас всякие высушенные пни блокируют путь в джунгли. Не волнуйся, может быть и ещё один из моих королевских инструментов может их убрать. Thank you. Как они все обожают говорить thank you. Что из тичек сказал thank you, что теперь налочка. Так хочется сказать, нарочка почему-то. Но нет, это немножечко другой пушистик. Ну хотя они всё равно все няшные пушистики. Можно потаскать с собой, потолкать вот так вот по-всякому. Хи-хи. Она такая маленькая, кстати, на удивление для здоровенной взрослой львицы. Ну ладно, с другой стороны я тоже здоровенный взрослый. Так что давайте выкорчевываем, получается. Чё, пни? Хорошо, что я уже раскачал эту тему, правда? Интересно, получается, не смогут здесь пройти, если бы не раскачал раскапывание пни со своими подружками из Frozen. Ну-ка, найдите способ пройти в пещеру, короче. Ну поехали тогда. Не хочешь со мной поехать? А вот он и так за мной ходит. Хорошо. Пещера рыбочков. Красиво. И ещё более красивые джунгли. Я, конечно, их не особо люблю всю эту тему с джунглями, но всё-таки в этом мультяшном мире они смотрятся приятно и мило. Хм, я не вижу Симбу. Но хорошая новость в том, что я не вижу здесь ничего, что хочет тебя съесть тоже. Это радует. Может, могу помочь тебе поискать Симбу? Я немножечко оскорблён. Я, между прочим, целый буфет с половиной. Все животные в джунглях должны идти за мной, чтобы меня куснуть. Что, дело в моём запахе? В чём проблема-то? Я сделаю вид, что ты шутишь. Но давай не будем это самое нарываться. Нам стоит искать Симбу. Я посмотрю здесь. Почему тебе не поискать Симбу? Он на другой стороне реки, вон там. Мне нужен способ пересечь эту реку. Может быть, я смогу опрокинуть те бровда? Эй, Симба не подумает, что я гиена, чтобы пойти за ним, не так ли? Я не хочу, чтобы было ещё до недопонимания. Если ты не угроза, то он очень дружественный. Если он обнажает свои зубы, просто скажи «Хакуна Матата». Он будет знать, что ты друг. Ладно, всё или ничего. Учитывая, что наш главный герой и так знает всех этих персонажей, он так по идее должен знать все эти кодовые фразы в том числе. Ммм? Стоп, что? Что у нас на небе? Нет, не полнолуние, не полнолуние. Это хорошо, а то она уже сдолбала абсолютно во всех произведениях. И только здесь, к счастью, его нету. Да-да, играет снова знакомая музычка. Приятное сердце, так сказать. Всё-таки в «Короле Льва» я и мультик смотрел много-много-много раз. И в «Гру на серии» тоже игрался, хоть и не мог её пройти, пока не вырос, собственно, с эмулятором уже с быстрыми сохранениями. Так что да, всё равно приятно наконец-то посетить франшизу, которую ты знаешь, которую ты рад видеть каждый раз. Дух. Очередная прекрасная анимация, когда просто один объект сменился на другой объект, по сути, анимации нету. Ну ладно, и так сойдёт, получается. Так что поскакали, поскакали, поскакали. Нужно за эту серию, я считаю, успеть сразу же привезти двух пуфистиков в свой гаремчик, так сказать. Да уж, недалеко они только дуга находятся, правда? Такие уж у нас сжатые маленькие пространства здесь. Пара шагов, один персонаж, пара шагов, другой персонаж, каждый раз их так легко. О, находишь, это раз, что называется. Здрасте, товарищ Симба. Тебе нормально, что ты тут пришёл и встал такой? Может на него попырить? Ему норм, улыбится, довольно моська. Грэ. Рёв. Ой-ой, кажется, я напугал Симбу. Что сказала мне Нала, чтобы успокоить его? Хакуна Матата. Не волнуйся, не волнуйся. Сюда маленькая косточка. Кошечка? Не совсем. Эй, ты кто? Постой секунду. Я знаю, что тут происходит. Ты друг Тимона и Пумбы? Они послали тебя, чтобы меня разыграть? На самом деле, я друг Нары. Друг Налы, то есть. Хочешь сказать Нара. Она послала меня, чтобы найти тебя. Нала. Я обыскивал все джунгли в поисках её. Она ждёт с другой стороны реки. Вау, спасибо за помощь. Любой друг Налы, это мой друг. О, и извини насчёт того, что заручала на тебя раньше. Со всеми этими гиенами невозможно быть слишком осторожным. Эй, волнения нет. Всегда хорошо быть готовым. Be prepared. Ага, ага. Пошли у нас песенки. Быть готовым? Хм. По какой-то причине это звучит как-то зловеще, потому что эта песня Шама была. Ага. Может быть напоминает мне о ком-то. Ну что ж, почему нам не пойти увидеть Налу? Она, наверное, у входа в джунгли. Здорово, пойдём. Покедова. И поскакал. Блин, опять же, как же это иронично, что события мультика уже произошли, и сейчас наши львы ещё не подозревают, что скоро они столкнутся со своим старым знакомым, так сказать. И да, кстати, тут, как говорится, пафайдинг, то есть поиск пути, весьма плохую символ, видите, постоянно застревает, пытаясь пройти по этой узенькой-узенькой дорожечке. Это было ещё в первый раз, когда я тут проходил это всё для себя. Ну и ладно, главное, что всё проходит вполне спокойно. Ну-ка, сейчас они обменяются любезностью, и, может быть, даже пообнимаются и поцелуются. Налой, рад тебя видеть. И я тоже. Я скучала по тебе. И мне не помешала бы помощь в прогонении тех гиен всех. Но похоже, что ты справилась со всем этим сама. Ты в порядке? Да, она же сильная и независимая. Да, но сражаться с кучей гиен заставляет тебя выработать мощный аппетит, так сказать. Аппетит до любви, надеюсь? Я так голодан, что могу съесть целую зебру. Здесь маловато зебр, однако. Но не волнуйся, я думаю, что я знаю самое нужное. Червичками её накормят. Но, впрочем, мне понадобится помощь от Джона, чтобы это всё совместить, так сказать. Постой-ка. Симба, тебе лучше не говорить насчёт... Поверь мне, я обещаю, что ты найдёшь их... Да, с крисскими, но удовлетворительными. Опять фраз от нашего Пумбы. Главное, что ты здесь. Здорово снова воссоединиться с Налой. В прошлый раз мы мало что поисследовали. Я хочу сделать что-нибудь особенное для неё. Показать ей, какой была жизнь для меня вместе с Тимоном и Пумбой. И особый случай в джунглях всегда требует группсов. Групсов? Постой-ка, вроде жуков? Звучит вкусно. Фю, бе. Главное, чтобы я их не ел. Тебе не нужно. Но когда ты увидишь, какие они вкусные на вид, ты передумаешь. Мне просто понадобится помощь, чтобы найти всё. Тут есть очень склизкие жуки, которых можно выловить из речки вон там. И есть очень цветные жуки, которые находятся с того же джунглей в высушенном оазисе. Ладно, я пойду и соберу их, пока ты тут всё приготовишь. Кого ты тут приготовишь-то, интересно? Налочку, что ли, будешь готовить? Язычком, что называется? Вы же кошечки, вы же постоянно вылизываетесь. Хе-хе. Нет, они, естественно, просто постоят, пока буду всё делать. Нала будет снова пырить на меня, прям как Гуфи. Дёргаясь в этой низкокадровой анимации. Зловещие, конечно, зловещие. Ещё более зловещие, чем это ваше Be Prepared. И радуются, прыгают такие две моськи. Какие же они всё равно няшные. Ну и опять же, да, основа 2D неплохо передали в виде модельчик. Выглядит вполне себе симпатичненько, анимируя на тоже неплохо. Но, конечно, взаимодействия от них, друг с другом, ожидать не стоит. Поэтому обниматься и целоваться они, к сожалению, не будут. Хотя они, по сути, муж и жена. И скоро должны бы уже, по идее, это самое наследника произвести. Или наследницу, в зависимости, собственно, от произведения. У меня так-то был в детстве на кассете мультика Король Лев 2, тоже, гордость симбы с Киарой. Но, возможно, что это тут не считается каноном. Потому что, скорее всего, они плодиться не станут, эти ли вы, в нашем фантазии, что называется. А жалко, жалко. Так, теперь нужно вернуться назад и выкопать и жуков, которых я в прошлый раз не стал выкопать до конца. Хорошо, что у меня есть бесконечный спринт, чтобы не нужно было париться особо. Ну-ка, ищем светящуюся землю, где у нас тут жуки радиопассивное излучение делают. Ага, вот, вижу. Это хорошо, что у нас соберется ровно столько жуков, сколько нужно, чтобы накормить двух здоровенных голодных львов. Правда же? На их здоровенной туши хватит маленькогорсти маленьких смешных жучков. Вот. Цветной жук. Вы надеетесь, что этот жук такой же питательный, какой он цветной. На вкус, как курица. Отчего же пробовал, что ли? Зачем? И склизкий жук. А не, вернее, не бывает более склизким, чем вот этот жук. Надеетесь, что он будет удовлетворительным тоже. Ну и кстати, раз я уже зашел в инвентарь, почему бы мне все-таки не раскрыть все вот эти вот мешки? Вот это все нападало мне из животных, которых я кормил за предыдущие два дня, потому что у меня передышка между летсплеями была, собственно, в два дня, в субботу и воскресенье. Ну-ка, цветную гавайскую рубашку я здесь нашел. Ну, в принципе, да, это же в тему всей этих джунглей. И все у нас опять те же самые равайи, получается. Вообще, вот эти картиночки, в принципе, есть смысл подкрывать, потому что попадаются довольно интересные. Я за кадром открыл пару таких мешков и нашел всякие прикольные стикеры. Это что за стикер? Какой-то рыбка из «В поисках Немо». Сомневаюсь, сомневаюсь, этой франшизы вроде бы здесь нету. Вот, симпатично. Стич собирается загрызть свою подружку, судя по этой огромной разъявленной пасти, конечно. Или сожрать пластинку, как минимум. Возможно, мультики он тоже прожорливый. Это стикеры с этого самого красавицы-чудовища, без сомнений. Знакомая флома чанечка. Это что? Из Фрозена, что ли? Какой-то ромбик. Ну да, некоторые картинки не такие интересные, как другие. Тут, видите, рандом постоянный. Где-то вот просто какой-то унылый, скудный узорчик. А где-то всё-таки интересная, красивая картиночка, отображающая что-нибудь действительно необычное. Так что сейчас покажем всё это, что на меня животные навыдавали, пока я их кормил старательно. Сейчас закончу снимать эту серию и буду снова их раскармливать мощно всех этих животных, чтобы их всех можно было присовокупить. Ну, неплохо, ЛГБТшный, Дисней, разумеется, всё максимально инклюзивно и современно, модно-молодёжно. Какая-то петля, на которой можно повеситься. Спасибо большое, очень по-детски. Ну ладно, это типа аркан, конечно, из истории игрушек, скорее всего, аркан в Вуди. Потому что история игрушек тут, как ни странно, тоже имеется. Оу! Какая интересная поза и взгляд у этого тигра. Допустим, очень фрёво, да. У нас уже, вон, есть два пушистика, соответствующих зеркальцем. А где было, кстати, зеркальце на Золушке? Я чё-то не помню уже. Или в Скащей Красавице? Цветочки. Хотя какая разница, главное, что теперь оно есть у меня. И последняя планетка. Ну да, каждый раз сплошные лутбоксы, как видите. Попадётся тебе что-нибудь интересное или нет. Пара интересных картинок есть, поэтому буду, наверное, и дальше открывать эти мешочки. Все в кадре, пока буду кормить животных. А пока что покормим вот этих животных, что называется. Нашими скрисскими червячками. Хорошая работа. Но, кажется, этому блюду не помешает больше груста. Тут есть красные жуки, которых ты нашёл раньше. Вернее, там, где ты нашёл раньше. Тебе нужно покопать по ней, так что будь осторожен. Когда ты выкопаешь по ней, жуки начнут выбегать. Тебе нужно очень быстро их поймать. Ладно, а вы чем занимаетесь? Собственно, просто вы ещё на раз стоите. Чего там готовите-то, спрашивается. Без меня. Ну-ка. Нужно выкопать все пыни, чтобы достать жуков. Давайте. Сейчас будет, получается, новая мини-игра интересная. Или, может быть, нет. Читаю, вижу, что закапывался из этих пыней. Пыней копаю, толку нет никакого совершенно. Просто деревяшки сухие. Меня надули. Они просто захотели уединиться, и меня прогнали прочь, получается. Нет, понятно, мне нужно просто идти глубже в джунгли, чтобы найти там какие-то пеньки, которые нужно выкапывать. А вовсе не вот эти пеньки. Так что, поехали, поехали. Время ещё есть в этой серии, чтобы успеть их обоих притащить к себе в кости, так сказать. Хи-хи. А, мне нужно вот такие на неё копать, которые особенные. И начинается погоня с жучками, да. Мне их нужно ловить? Да, их нужно на кнопку Е, получается, ловить. На кнопку Е621 мы срочно ловим жучков все в комплекцию, так сказать. Так что, давайте, выкапываем, выкапываем ещё жучков. А, всё, что ли? Шесть штук? Красный жучок. Редкий деликатес. Какой-то пикантный, но с очень приятным хрустом. Хорошо, что мы это уже всё протестили на себе, правда? Иначе откуда ещё мы знаем все эти описания, так сказать, если вы это не попробовали лично. Приготовьте их всех. Приготовьте. А чё, развить иммун и пумба готовили жуков перед тем, как их сожрать? По-моему, очень даже нет. Они как раз-таки просто хрум-хрум-хрум и симбу научили тому же самому. Но нет, теперь они у нас все, как видите, гурманами стали. Теперь изволим всем приготовить пятизвездочное блюдо из этих жуков, естественно. Но, кстати, надо постараться их всех использовать, а то в прошлый раз, когда я играл в эту игру в первый раз, я им... это самое... включал чит. Всё, чит сейчас точно выключен. Чит на вещи, потому что иначе эти жуки не исчезнут из винтаря, и так будут у меня всю жизнь находиться, что называется, всю игру. Допустим. Шот мне теперь требуется. А у меня, кстати, рецепт-то есть, могли бы мне подсказать его, что ли, как их готовить? Приготовьте, используя и тех, и других, и третьих. А мне нужно, собственно, их всех размещать. О, какие большие, мощные жучищи, видите? Здорово кидать в свою кастрюлю, и вообще, вот такое всё, правда же? Ну-ка. Нет, это не готовится. Видимо, нужно всё-таки разных жуков использовать каждый раз, чтобы они засчитались. Сейчас, сейчас попользуем. А вот, он у нас, оказывается, имеется, квест-вырецепт. Тарелочка жучков. Давайте, авто заполняем, так и быть. И пыщ-пыщ-пыщ. Пятизвёздочное блюдо. Да, такой не грех в ресторане подать, правда? На уровне сротатуем, вонючие жуки. Спасибо большое. Определённо, это очень хорошая кухня. Высокая кухня, по-настоящему. Ну, давайте, готовим всё больше и больше и больше. Чё, что, ты же три раза приготовите прекрасное блюдо. Интересно, на кого будет третье? Уж случайно не на меня ли, возможно? Так, ты вообще заткнись. Хе-хе-хе. На-ка, тарелочка жуков. Ассортимент жуков, найденных в джунглях. В джунглях. Всё-таки, слайми и сатисфаинг. Вот 50 раз процитировали уже бедного Пумбу. Надеюсь, мы не станем цитировать ещё его пердёж или ещё что-нибудь, что он там произносил обычно в мультике. А то, знаете ли, он мастером был попускать всякие газы всевозможные, распугивая гиены прочих животных. Так что, да. Возможно, это и здесь в игре можно будет повторить. Хе-хе-хе. Вот, жуйте. Залби щеки вам, что называется, насыпать моих черничков. Значит, это жуки, которых Симба так сильно любит. Должна признать, они выглядят довольно вкусно. Наверное, я очень голодная. Ну что ж, всё ли ничего. Хрум-хрум. Хм, вкус... На вкус как курица. Пикантный, но очень приятных крунч, да? Я не уверен, но я могу видеть, как Симбе понравилось через какое-то время. Они какие-то такие хрустящие, тем же за время склизки и всякое такое. Эй, ты это слышал? Услышал что? Ш-ш-ш, оставайся тихим и слушай. Кажется, это больше гиен. Я пойду проверю. Это определённый гиен, но в этот раз это не просто стая. Их, правда, целая толпа. Я там насчитал сотни из них. Симба и я можем справиться с некоторыми, но их числа, их слишком много. Мы полностью окружены. Если бы у нас было стадо львов, чтобы их, что называется, прогнать... Нала, я придумал. Мы можем и не иметь стада, но мы можем их обмануть, заставив их подумать, что у нас есть стадо. И как же мы это сделаем? Нам просто нужно заставить и звучать, будто у нас тут сто львов в джунглях. Я сейчас прокадусь в свою деревню и постараюсь найти что-нибудь. Я поговорю с мистером Макдаком. Наверняка у него есть что-нибудь, что поможет. Ну ладно, Симба и я постараемся сдерживать гиен. Ну пожалуйста, поспеши. Ух, рявкнуло как. Симби вообще на классе. Он стоит такой довольный, пырит в речку. Этих моськи, конечно, вечно улыбающиеся. Да, он с определённой страшной опасностью, да, гиены. Вы знаете, вы могли бы просто вместе со мной пройти в портал и всё, не знаю. Ну ладно, как хотите. Пойдёмте, получается, доставать очередного товарища. Хотя бы не Мерлина в этот раз. В какой-то веке мы дали ему маленькую передышку. Пускай Мерлина дохтёт в какой-то веке, а поработает с Круджием. Будем сейчас из этого скупердяя что-нибудь вытряхивать. Ага, конечно. Сейчас у нас самиха вытряхнет, собственно, насухо. Приветствую и салютирую. Глаза в темноте. Ауе, тебе нужно что именно? Мне нужно что-нибудь, чтобы спугнуть целую кучу гиен. Может быть, какой-нибудь спрей от гиен? Ты не знаешь, где я могу найти толпу львов, правда? Толпу львов? Для начала я не думаю, что группа львов называется толпой. И во-вторых, думаю, что несколько особенных львов могут не посчитать меня ланчем. И несмотря на это, я бы не стал доверять целой армии из них. Ладно, может быть, армия львов непрактична. Но что насчет чего-нибудь, что сделает кучу шума, чтобы мы смогли отпугнуть гиен? Если бы я смог превратить звук двух львов, рычающих, в звук сотен львов рычащих. Ну что ж, что ж ты сразу не сказал? У меня есть старая звуковая система в моем магазине. Думаю, она принадлежала кому-то, кого знал Гуфи. Она в плохом состоянии, но с парой починок наверняка сделает свой друг. С ней я могу усилить звук пары львов, чтобы он заполнил все джунгли. Спасибо, мистер МакДак. Я сделаю починку и отнесу это на Нали. Невероятно, с кучу дано что-то бесплатно. Ну это так, редкое исключение, естественно. Надеюсь, мой племянник Дональд не устроил снова беду. Ничего, ничего, успеет. А он в Алика красиво смотрится в цветах засел там, слившись с природы, что называется. Такой красавчик. Ну ничего, хорошо, что этот панар оставил всякого, чтобы можно было каждый раз все эти прикольные ситуации организовывать. Разбитая звуковая система. Она лежала у него в магазине, если ее починить, то сможем вспугнуть иенов огненных. Ну давайте чинить, раз такое дело. Надеюсь, у меня хватит барахла. Сейчас позырим. Звуковая система. Ну да, пока что требуются весьма такие скудные ресурсы. Пока что, пока что, да. Но потом будет еще гораздо больше всего. Видимо, нужно просто разместить как мебель, возможно. Поехали, поехали. Надо срочно спасать львов. Я не успокоюсь и не закончу эту серию, пока они не присоединятся к шраму. Да-да. Стоишь тут, подсвечиваешь. Хотел сказать ко мне, он тут же заметил его и... Понимаю, что присоединятся они все-таки к своему любимому товарищу. Они определенно будут рады его увидеть, правда? Не сомневаюсь в этом. Принесите ее назад на Али. Можно было просто ее привезти назад к нам, но нет, пускай стоят. Что это такое? Это звуковая система. Она... Я, короче, построю колонки, чтобы они погромче были. Просто подумай об этом как о том, что делает много шума. Если ты и Симба зарычите в микрофон как можно громче, то шум напугает все джунгли. Гиены подумают, что у нас армия львов на нашей стороне. Это их точно спугнет. Наверное, стоит попробовать. Скажи, а могут гигантские безволосые сурикаты? Гигантские безволосые... О, да, это была просто шутка. Я на самом деле человек. Ты имеешь в виду человеков? Потому что я человек. Ну, а человеки могут рычать? Если ты зарычал бы с нами, это было бы сделано нас еще громче. Полагаю, я могу попробовать. Вперед, давай я послушаю твое рычание. И не то жалкое рычание, которое ты сделал в первый раз. Так что постарайся выложиться. О, видите, в кои-то веки учитываются все мои выборы в диалогах. Хотя обычно такого не происходит. Так. Это было... мило. Но это не напугает даже одну гиену. Ну же, постарайся максимально выучиться. Полагаю, достаточно хорошо. Я, короче, настрою закабую систему. Сейчас или никогда. В итоге распугнуло только одних птиц несчастных. Не могу поверить, что это сработало. Гиены свалили, как только они услышали звук кричания. Я впечатлена, Джон. И ты определенно заставил меня заинтересоваться местом, из которого ты пришёл. Почему бы тебе не пойти и не узнать? Она называется Долина Мечта Света. Жители там прям как, так сказать, мой прайд. Тут много всего, что ты можешь поисследовать там. Всё, чего Свет касается, там прям бежит мне. Получается, это твои собственные земли прайда? Я бы с радостью их увидела. Но, впрочем, у меня есть один вопрос. У тебя есть еда, кроме жучков? У нас есть много еды. Зебры? Боюсь, что нет. Антилопы? Прости, такого нет. Гиппотамы? Что у вас есть? У нас есть белочки и зайчики. Почему тебе не прийти и не узнать? А там есть место, где будут львы спать? Да, в этом есть смысл. Я тебе построю место. Тогда Симба и я придём, как только будем готовы. Симбе всё ещё наплевать. Он вообще ничего не говорит, просто стоит и смотрит вбок. Да. Всё за него, его доминирующая женщина решает, так сказать. Так что давайте, размещаем теперь очередную хату и видим на этом всё пока что. Но, кстати, в том прикол, что тут вроде бы не могут персонажи сразу же вдвоём перемещаться. То есть мы сейчас, скорее всего, одну ту каналу присовокупим, а Симбу нужно будет, очевидно, через другой квест. Такие уж механические ограничения в этой игре. Так что каждый раз раз вам приходится их как-нибудь обходить, так сказать. Ну-ка посмотрим, давайте. Мы ставим скалу Прайда, между прочим, судя по названию. Надо её поставить где-нибудь, ну, очевидно, в тех же южных регионах, что и всё остальное, что мы ставим обычно. Потому что где же ещё? Например, вот здесь вот поставить. Но есть вот такая вот маленькая, блин, хрень, которая тут мешает, собственно, поставить что-нибудь. Сейчас быстренько соберём, соберём. Да, ты тоже убирайся с моего пути, естественно, чтобы лишний раз с тобой не общаться. Противный недобог, что называется. Хе-хе. Сейчас быстренько соберём песочек и, наконец-то, поставим домик. Для пуфыстиков! Как раз рядом с Валли. О, другое дело. Ну-ка, вот здесь. Я потом, может быть, переставлю их дома, если что, это легко делается при желании. Но пока что... Ах, Джон, ты знал, что скала Прайда — это традиционный дом любовь в этой долине? К сожалению, забвение заставило это всё место перерасти и в плохом состоянии, короче, его оставило. Но не бойся, я могу вычистить всё опасное. За скромную плату, естественно. Ах ты, барыга, блин. 15 тысяч рублей, чтобы просто почистить скалу. Это охренел просто, барыга. Пошёл да нафиг. Ну, возвращайся поскорее. Вся деревня будет в радости, если мы восстановим это историческое место. И будет неплохо для моих заработков тоже. Хе-хе-хе. Да, только о деньгах и думает гад такой. Не то, что я. Спаркл, мисс Паттс. О, гроба, найти. Шивермет, Тимберс. Когда я закончу с этим местом, оно подойдёт для короля. Ну да. Такая скала Прайда в миниатюре. Хе-хе. Смешная маленькая версия. Боюсь, что с такой скалы никого не сбросишь. Ну вот и хорошо. Одна пушистая мощь к нам присоединилась. Тьф, белочка тут села так в кадре и полезла куда-то под хвост на Али. Прекрасный кадр, замечательная сейчас фотка. Вот это можно и сохранить на память, что называется. Да, сохраним это на нашем устройстве. Хе-хе-хе. Э-э, чё за туман? Кто накурил тут повсюду? Чё это такое? Ужас какой-то. Ладно. Вау, ты не шутил насчёт этого места, оно прекрасное. Скажи-ка, где Химба? Он сказал, что он встретит нас скоро. Он хотел немножечко уединения. Уединения? Что, настолько плохо у него с женой, что приходится уединяться от неё, видимо, да? Битва с гиенами. Кажется, она вернула старые воспоминания насчёт его отца. Ой, кстати, а вон у нас убийца его отца, между прочим, лежит вон там на фоне. Нормально, да? Говоря о старых воспоминаниях. Кажется, я уже была здесь раньше. Ты раньше здесь жила, Нала, ещё до забвения. Может быть, потребоваться время, чтобы все твои воспоминания вернулись? Просто постарайся принять всё медленно. Это шикарно. Не могу поверить, что я забыла это место. Уже чувствуется, будто у меня здесь есть друзья. Я... Да-да, вон он, самый главный твой друг, что называется, имеется. Надеюсь, Симба скоро присоединится к нам. Я пойду поговорю с ним. Пока что просто наслаждайся деревней, так сказать. Ты можешь исследовать долину, ты можешь найти что-нибудь, что можно пожрать, ты можешь встречаться с другими деревенщинами. Ты можешь найти что-нибудь пожрать, да. Это отличная идея. Наверняка некоторые из этих рек и озёр имеют рыбку, которую можно скушать. Это определённо будет лучше, чем жучки. Есть, правда, кое-что, насчёт чего мне тебе нужно предупредить. Берегись шрама. Шрам здесь? Это... Как это возможно? Я смотрел, как он падал со скалы Прайда, и он не мог выжить. Он довольно хитрый. Всё возможно в долине Дримлайт. Шрам не такой уж и плохой, я его хорошо натренировал, так сказать. Я практически превратил его в домашнего котёнка, тебе не нужно волноваться. Вон он идёт, домашний котёнок такой. Надеюсь, ты прав, но я буду приглядывать за ним, на всякий случай. Я так горжусь тобой, говорит. Ну, как видите, да, собственно, игра совершенно не парится. Насчёт того, что у нас тут проходит такой временный парадокс. Сама объясняет, что смерть шрама как бы произошла, его сожрали гиены, по идее он там сгорел нахрен вместе с ними. Но всё возможно в долине Дримлайта, потому что это всё-таки наш сон, поэтому мы просто воскрешаем всех, в том числе и злодеев. Ну, ладно. Серия заснята, к сожалению, Симбу придётся присоединять уже в следующей серии. А уж с тобой, крысик, будет ещё не скоро у нас общение, поэтому пока что продолжай там подбирать всякий мусор с пола, к сожалению. Нескоро ещё мы с тобой тоже поприключаемся. Но ничего, всё однажды будет. И шраму мы тоже поможем, его квестики повыполняем, он там стоит, ждёт нас, когда он придёт уже наконец-то к нему на помощь. И с Налой тоже пообщаемся. И с Симбой, и со всеми остальными, потому что нужно собрать как можно больше пушистиков. Да. Давайте пока что отдохнём, и скоро будем собирать ещё больше из них. Симбой